Четыре многофункциональных жилищных комплекса доставили в заповедник Медвежьи острова. В Нижнеколымском районе теперь сотрудники отдаленных кордоном смогут жить и работать в комфортных условиях. В состав каждого комплекса входит несколько объектов – гостевой и инспекторский дома, баня и гараж. Далее смотрите в сюжете Виолетты Засимовой. Заповедник Медвежьи острова известен как родильный дом белых медведей. В этом году здесь насчитали 176 особей разных возрастов. С 2020 года Медвежьи острова входят в структуру Национального парка «Ленские столбы» и находятся в ведении Минприроды России. Изначально в 2014 году в рамках системы особо охраняемых природных территорий была создана ГПЗ Медвежьи острова и имел статус ресурсных резерватов. И в 2020 году мы придали статус заказника. То есть мы планово шли к тому, чтобы повысить статус данного объекта. Одним из ключевых событий в русской Арктике стала доставка четырех многофункциональных жилищных комплексов в отдаленные кордоны заповедника Медвежьи острова – Агафонова, Четырехстолбовой, Крестовский и Месквием. В общей сложности груз прошел путь через реку, море, тундру в 4000 километров. И, наконец, в апреле модульные дома достигли точки назначения. Они приспособлены к суровым условиям Арктики и имеют современную мебель, инфраструктуру, в том числе и средства связи, спутниковая связь, телевидение, ну и, конечно, Wi-Fi, который необходим. Мы оснастили все кордоны дизельными бензиновыми генераторами для освещения. В будущем мы планируем перейти на альтернативные источники освещения – это и ветряные мельницы, и солнечные панели. Ну и основная задача, которая сейчас стоит перед нами – это сделать вокруг каждого кордонного хозяйства, делать безопасный периметр. Наличие современной инфраструктуры позволит сотрудникам заповедника круглый год вести наблюдения за белыми медведями. Ученые смогут на регулярной основе проводить весенний учет родовых берлог и фиксировать количество рожденных медвежат, вести осенний мониторинг численности белых медведей, выполнять вертолетные наблюдения, а также регистрировать следы жизнедеятельности других видов животных. Виолетта Засимова, Нижнеколымский район.